здравствуйте друзья добрый вечер очечки наденем и давайте почитаем вопрос на дорожку здравствуйте михаил неустанно двигаясь к своей цели и твердо глядя вдаль возникают вопросы и мысли которые очень надеюсь вам и всем зрителям покажутся интересными и достойными обсуждения вопрос про успех и карьерный рост в айти сфере и в силиконовой долине в частности значит локально так насколько важно с вашей точки зрения умение кодировать и хорошо знать языки программирования для занятия руководящие должности в софтверной компании и или ведения айти бизнеса знаете ли вы случай успешной деятельности стартаперов project менеджеров или руководителей софтверных компаний которые не умели программировать но благодаря организаторских способностям и хорошим идеям добились успеха есть ли примеры из реальной жизни было бы очень интересно услышать их истории чтобы вы могли посоветовать человеку обладающему качествами лидера организаторским руководящим опытом но не умеющего хорошо программировать для самореализации может быть организация успешного бизнеса в силиконовой долине в американском айти если без профессионального умения программирования все-таки не обойтись очень интересно услышать ваши рекомендации по этому поводу что и как учить где лучше работать и какой путь выбрать в целом огромное спасибо за внимание и ваш замечательный канал ну что же вопрос понятный значит обсудим итак друзья давайте мы сначала разберемся как какие навыки являются для какого вида работы необходимыми а какие являются достаточными а может быть какие то не являются не необходимыми недостаточными сейчас мы посмотрим значит для того чтобы быть например начальником вот нас спрашивают нужно ли там хорошо программировать я думаю что чем дольше человек работает начальником тем хуже он программирует если он когда-то раньше программировал но вот перестал особо программировать потому что стал начальником программирует меньше и меньше и меньше и существенно чтобы его голова наполнялась каким-то другим содержанием тоже важным востребованным потому что очень многие программисты например у которых была возможность перейти на административную работу на менеджерскую не пошли не пошли потому что боялись что сейчас вот начнут значит вот этим заниматься забудут как программировать толком а случись чего значит куска хлеба нет и масла нет и икры нет так что некоторые соображения безопасности вот какому-то количеству людей помешали перейти из программистов в менеджеры там начальники и так далее другой стороны если мы посмотрим на навык программирования начиная от добротного и кончая виртуозным то совершенно очевидно что масса людей которые виртуозно и вполне добротно программирует вот в этом диапазоне никогда не стали ни начальниками не предпринимателями и нет у них никакой инициативы такой и не то чтобы вот этот именно навык он как бы вынес их в создание бизнеса и там и так далее поэтому я бы сказал так что всякая работа всякая работа всякая должность если мы говорим про должность компании всякая должность имеет свои требования бывают должности на которых вроде бы и начальник а все равно надо вот там чего-то чему-то соответствовать вот у меня есть знакомая женщина которая работает большим начальником по тестированию в компании oracle и там рассказывает она что пришел дяденька китаец один с высокой позиции в microsoft и она вот как бы оказалась под этим человеком то есть он на какой-то очень высокая должность и он сказал что ни один человек который не умеет программировать ну или скажем так не в состоянии сдать тест вот какой-то там по программированию значит компания работать не должен там включая тестировать соответственно значит она уже этим начальником уже наверное лет так если не 20 то близко к тому и у нее там подчиненных толпище там и так далее чего она в жизни совсем не делает это программирование хотя она могла бы там пищи имеется там и тогда ты она очень даже соображает но не нужно вообще но никак но не пригодился нам давно божий конец она когда-то делала там и шинтована может в принципе но забыла уже все вот и но правда недолго он пробыл его куда-то уволили видимо он чудил не только с этим а еще где-то там чудил и люди поняли что надо его не случайно его в microsoft и не смогли удержать то есть видимо что-то такое там было за этим короче есть разные точки зрения вот я что хочу сказать значит вот есть какой-то мужик на высокой позиции в microsoft и который говорит что вот без этого никак нельзя хоть ты там какой большой начальник надо уметь там хотя бы немножко программировать понимать там код это откуда у нее такие мысли я не знаю но он не удел правда с этими идеями значит у всякой должности есть какие-то обязанности и эти обязанности могут подразумевать что он сам прилично может кодировать могут развивать что он сам не может но идею некоторую имеет представление какое-то имеет а может быть вообще не не до этого там там есть техническая экспертиза другие люди там обеспечивают а он больше по вот именно операциям там по отношениям и так далее зависит от должности поэтому если у человека есть как бы административные менеджерские лидерские там и так далее я и они очень на самом деле понимаю вот этот вот там навыки лидера у него там есть лидер а чем лидер же ты не можешь быть на пустом месте ты можешь быть лидером в том что ты понимаешь лидер это человек который влияет на других людей он оказывает воздействие не тем что он по должности лидер я не в этом смысле говорю лидер он ведет за собой ту лид да то есть он влияет на людей в каком-то смысле что вот они начинают что-то делать или как-то по-другому это делать это влиять на людей влиять на людей без того чтобы тонко разбираться в том что ты делаешь нельзя не просто тонко а так что всегда вау да вот тогда ты лидер значит для этого не нужно быть программистом я вам расскажу что работал я в одной конторе стартапчик был мультимедийный стартапчик и там был дяденька ему было лет 46 или 45 звали его натан натан шухов и вот значит этот натан это был его что ли 6 7 там или 8 стартап которую он купил как-то его так переупаковал и и продал он его купил в январе за 300 тысяч а в ноябре про от того же года в ноябре продал за 2 миллиона и это был у него какой-то уже там то ли 6 то ли 7 он действительно начинал когда-то в первые десятки apple но дальше кроме талантов программистских у него оказались еще какие-то у него у него было виденье мать и у него было видение он же принес в индустрию mp3 формат вот давайте он видел что так что еще никто не видел упаковывал переупаковал добавлял чего-то я и запускал значит он умел что-то такое делать понимаете что ему давали деньги когда он говорил нужны деньги ему давали как ему давали деньги на развитие на производство там на то на все у него были инвесторы которые ему доверяли давали ему деньги у него под него легко шли люди к нему работать потому что они знали что натан он уже столько этого сделал купил продал там переупаковал это это практически гарантия успеха у него нюх на успех он ни разу не облажался понимаете плюс он симпатичный во всех отношениях дядька гонял на мотоцикле там молодец в общем к чему я говорю что вот он лидер почему он лидер у него виденье есть он может пойти к людям ему деньги дадут у него и своих слава богу было но вот он такой и умел ли он программировать ну когда-то умел но она ему зачем он понимал тенденции он понимал куда ветер дует он понимал вот что и что будет востребовано там через некоторое время какая перспектива у этого есть и так далее он он был visionary то что называется вот у него было видение и вот собственно и все умел ли он программировать нет но когда-то умел в молодости умел в 23 года умел там а допустим в 46 был мультимиллионером который уже продал там 6 или 7 стартапов что еще сказать значит человек думает о себе об америке может быть неплохо может быть неплохо там поработать какое-то время программистом почему нет производит но программу поработать можно не единственно программистам поработать можно всех сопорте поработать можно в маркетинге или в сейли поработать подходит даже лучше для последующего бизнеса toward added опять о какой позиции речь если он хочет быть начальником ит департмента там где это но может быть ему надо не столько программировать сколько то может быть еще что-то по сетям томвите если он хочет быть там vp off engineering там софтверной компании, он, конечно, должен иметь хороший, мощный бэкграунд в... Не обязательно он должен иметь именно программировать, но он должен понимать технологии, тенденции, свежие веяния, он должен знать какие бывают технологии их применения в образных ситуациях. Он должен вести за собой технический народ, который много чего знает, ни по одному вопросу договориться они не могут. Соответственно, он должен сказать, делаем так. Хоть от должности зависит. Программирование на последнем месте, я бы так сказал. Но если он хочет на такую работу, которая требует опыта, пусть даже прошлого в программировании, то, соответственно, он не сможет ее занять, если у него этого опыта нет. Но, может быть, ему и не надо. Я бы не стал ради этого специально изучать программирование. Потому что ему, кроме программирования, надо было бы еще поработать может быть 3-4-5 лет, чтобы двигаться в этом направлении, как начальник. А может быть, ему это и не надо, если он уже сегодня лидер, если он уже сегодня там что-то такое, ну, как-то видит себя так вот административные функции, чего же ему туда идти. Я не знаю, я бы не стал. Я бы не стал. Вы можете пойти почитать биографии людей, которые, скажем, создатели стартапов, пробившихся стартапов. Биографии людей, их много, они же все опубликованы. Биографии людей, которые что-то такое начали, крутое, там, или выбились куда-то. Они, как правило, комбинируют в себе, комбинируют в себе серьезный, какой-то такой технический бэкграунд с недюжинными бизнес-способностями. Это комбинация. Вот, да, посмотрите на них, на всех, там, Лэри Пейдж, там, из Оракла, посмотрите на Билла Гейтса, посмотрите на Брина, например, да, значит, с его, там, значит, сотоварищи. И так далее. Это все люди, очень отдаренные технически, но при этом у них мощнейшая бизнес-жила, и вот эта комбинация, она взрывная. Но если мы говорим про, ну, просто про работу, ну, там, по найму, там, или что-то, ну, надо соответствовать. Значит, вот смотришь, какая позиция, и соответствуй. Я бы так сказал. Значит, мне, мне вот это не нравится, связь прям с программированием, честно. Чтобы быть project-менеджером, очень много project-менеджеров, которые не, не программируют, но они понимают технологию. Они знают, там, что такое agile, или, там, waterfall, development cycle. Они знают, какие там стадии идут. Они в состоянии расписать, там, сделать расписание для этого проекта, ресурсы, там, денежки посчитать, там, timeline какой-то выстроить, там, и так далее. Это project-менеджмент. Project-менеджмент, конечно, зависит от того, в какой индустрии у тебя project. Там, строительство, это один project-менеджмент. Там, где-нибудь в производстве химволокна, там, другой. Но в софтверных компаниях, при всем, при том, что там есть специфика своя, там есть то, что есть общее во всех project-менеджмент таких функций. Понимаете? Поэтому, если ты project-менеджер, и ты в айтишной области, ну, надо понимать, чем ты занимаешься. Надо ли быть при этом программистом, не обязательно. Но тогда тебе не на каждый проект возьмут project-менеджером. Если мы говорим про должность уровня project-менеджера, если уровень повыше, там, может быть, надо меньше знать программирования. Существенно вот что. Существенно, что, находясь там, где человек находится, скажем так, вдалеке пока от этого всего, ему нужно выстроить цепочку. Он не может сказать, вот я завтра пойду и стану там project-менеджером там на софтворном проекте. Ну, хорошо, а как ему быть? Зависит, сколько лет, зависит, какое образование. Если ему, например, ничего не стоит подхватить программирование там за 3-4 месяца до уровня нахождения работы, конечно, подхвати, давай, иди работай. Если он не такой, там, ну, иди за 3-4 месяца подхвати профессию тестера, иди работай. Работай, иди, в индустрию иди, в компанию иди. Пошел в компанию, пошел, взял курсы, может быть, в колледж пошел, может быть, пошел, получил мастера по, там, компьютер-сайенс, а может быть, пошел, получил мастера по бизнес-администрейшн, вот по project-менеджменту, например, и так далее. Почему нет-то? Нужна цепочка, понимаете? Вот у нас сейчас есть пункт А и пункт Б, и получается, что какой-то громадный рывок такой, и спрашивают, а вот программирование поможет рывок преодолеть? Нет, никак не поможет. Цепочка нужна. Вот, вот, собственно, и все. Я знаю людей, которые были, вот как тут товарищ про себя пишет, что он там лидер, там, и все. У меня была девочка, совершенно потрясающий вот такой случай, ну, для меня личного. Она такая маленькая, знаете, невысокая, росточка такая. Из Флориды приехала учиться 25 лет. Была в гостинице менеджером, в небольшой. Видно, еще давно какое-то время не было разрешения на работу. Ну, как-то вот так она. Была менеджер, но она уже была менеджер. Вот, вот, понимаешь? И она была менеджер. Лихая такая девчонка. Мы ее на практику послали в компанию. Через три месяца она приходит, у нее этот бэджик уже висит. Она уже лид. Она лид, она пришла практикантов нанимать. А выглядит так, как будто она всю жизнь там была каким-нибудь менеджером, там, я не знаю чем. Но она и так выглядела раньше и сейчас выглядит. Она область предметную поменяла, быстро переключилась и понеслась. У нас были случаи, немного, когда люди приходили переучиваться, которые были менеджерами. Один был менеджером в таксопарке, другой был менеджером где-то на производстве там чего-то. И у них первая работа была менеджерская. То есть они шли на интервью на обычную позицию. А им там говорят, слушай, а может ты менеджером согласишься? А то вот нас менеджера еще нет. И у них первая должность была менеджером. Если ты менеджер, это на тебе написано, это ты не смоешь, понимаете? Никак. Вот пришел человек, он менеджер. Значит, если вы вот такого плана, вперед, я не знаю. Я не хочу вам, знаете, как это, у меня такой образ стоит, там стоит на углу, там и всем клизму ставит. Там горло болит, клизму, геморрой, клизму, там забеременеть не может, клизму. Понимаете, вот, ну я как бы, получается, что я в такой роли выступаю, но я хочу сказать, ну пожалуйста, иди в тестирование. Вот тебе клизма, ведерная, бах туда и все. И ты в индустрии уже деньги нормальные получаешь, и уже, уже можешь сориентироваться. И не нужно так много времени тратить на изучение чего-то, что дальше тебе не понадобится особо. А ты потратишь это время на изучение процессов, технологий, взаимоотношений между типами, партнерами, видение какое-то будешь получать. Понимаете, там продукта, его использование и так далее. Пожалуйста, но если, если очень хочется, значит, например, так, вот, я не знаю, насколько мой ответ, как бы сказать, практичный, потому что, мы, я так понимаю, что у человека еще разрешения на работу тоже нет в Америке, и может быть он не, но он говорит, что именно в Америке и в Кремниевой долине, да, он же не говорит там где-нибудь, я в Ташкенте пойду, он говорит, я в Москву, вот, в Кремниевой долине интересуется. Ну, по сравнению с тем, чтобы там легализоваться как-то и получить разрешение на работу в Кремниевой долине, все остальное, такая мелочь, оно решается на ходу. Вот когда вы уже тут, когда у вас уже есть там разрешение на то, на сё, на третье, десятое, все остальное, просто ерунда. Вот, так что на этом мы с вами прощаемся, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok